Не кидайтесь прибавлять звук. Это не технический сбой. Тишина – мир, в котором приходится жить людям с ограничениями слуха. Им недоступны привычные для нас вещи – насладиться музыкой или посмотреть телевизор фоном. И тем не менее, это полноценные люди, которым по силам многое, если не всё. Яркий тому пример – история Андрея Калинкина. Он сумел сделать то, что не удается многим людям – найти работу, которая делает его счастливым. Я действительно, но отсутствие слуха, не мешает, не снимается. Любимым силам коры, наоборот, моя любимая работа, силы от меня вырыли сильнее. Я не чувствую себя не так, как все. Стрижет клиентов молодой человек особой золотой машинкой. Её он выиграл прошлым летом у коллеги из Самары в инстаграм-конкурсе. Это далеко не единственное соревнование, в котором молодой человек оттачивает своё мастерство. Свободного места на стене под сертификаты остаётся всё меньше. Общий язык с клиентами Андрей находит легко. Интересующую модель прически выбирает по фото или через телефон. Люди с ограниченным слухом могут найти себя практически в любой профессии. Сейчас, за последние годы, уже сформировано множество государственных программ, где люди с ограниченными возможностями, не только по слуху, но и по зрению, любые там многие синдромы, типа когда ЦП, могут быть трудоустроены официально, с полным соцпакетом. Различные организации, но чаще всего это, конечно, государственные и муниципальные организации. Причин ухудшения слуха много. Производственные травмы, врождённые дефекты, перенесённые воспалительные процессы. Часто предотвратить или изменить ситуацию невозможно, и люди учатся жить в реалиях без звуков. Но нередко к проблемам со слухом приводит халатное отношение к своему здоровью. Естественно, молодёжь, призывая всех, конечно, индивидуально в отношении наушников, громко слушайте музыку. Вы все наши будущие клиенты. Кто-то раньше, кто-то позже, но мы с вами встретимся с учётом того, что свои волосковые клетки, а это рецепторы, которые переводят импульс головной мозга, вы просто собственноручно убиваете, но зато имея кратковременное удовольствие от громкого прослушивания музыки. К врагам хорошего слуха врачи также относят ватные палочки. Отказываясь от них и от громких звуков в наушниках, вы защищаете своё здоровье. Полноценно жить в тишине можно, это доказывает пример Андрея. Но если есть возможность этого избежать, лучше ею воспользоваться. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.